всем огромнейший привет сегодня записываю серию номер два которая касается вязаных пирожных вы помните что я была под впечатлением от этой книги и связала несколько экземпляров я продолжила вязать пирожные и мне очень понравилось я хотелось еще попробовать другие модели которые представлены в этот в этой книге вот эта модель сейчас у меня пока в работе вы помните пончик мне очень нравится вот эта фруктовая картинка я тоже хочу ее связать здесь тоже какие-то заготовочки уже есть это я вам показывала вот этот кекс связанный и на этот раз я посмотрела на вот эти швейцарские рулеты нужно сказать что когда я на них смотрела у меня было полное впечатление что это какие-то суши либо рулеты очень узкие возможно их нужно было чуть по толще что ли или по выше сделать как мне кажется поскольку так они кажутся какими-то не совсем естественными но все равно мне очень хотелось попробовать вот эти рулеты и я попробовала сделать тоже два рулета вот такой у меня получился черничный рулет черничной начинкой вяжутся эти рулеты но просто на раз-два то есть вы понимаете что для того чтобы потом скрутить вот такой рулет нужно просто связать два прямоугольника один чуть по длине другой чуть покороче это что покороче будет начинкой в середине так чтобы по длине и вот смог его перекрыть у меня получился вот такой черничный рулет я немножечко его украсила опять же всевозможным бисером стеклярусом все что мне казалось подходила под вот под эту цветовую гамму и достаточно симпатичный рулет в итоге у меня получился его конечно же можно использовать как игольницу мне кажется вообще все эти пирожные игольницы просто замечательные они и украшают и радуют и повышают настроение три в одном если хотите и второй рулет у меня был шоколадный я покажу какие нитки я использовала для верхнего шоколадного слоя я использовала вот эти по моему это шерсть с какая-то английская пряжа сейчас не могу вспомнить название так у меня были остатки она с такими небольшими вкраплениями не показалось что это как раз пойдет только в плюс этому рулету ну потому что как-то вкусные должны быть вкрапления что-то такое светло-бежевая здесь видится и поэтому все это в кассу и второй слой я вязала из вот этой нити это нить стопроцентный полиэстер но это не создан для того чтобы специально вязать детские какие-то вещи она настолько мягкая вот к ней прикасаешься прямо как к пуху и и так приятно тактильно трогать вообще ее очень приятно держать в руках и вот мне кажется это очень хорошо как раз такой вкусный несколько ванильный цвет тоже подходит удачно подходит какое же пирожное у меня получилось в итоге у меня получился вот такой рулет то здесь уже начинка выглядит немножко по-другому ну и опять же я не удержалась и украсила этот рулет сверху стеклярусом и рубкой здесь уже нет бисера мне кажется я немножко перестаралась честно говоря с украшением сейчас я смотрю на них и мне кажется можно было бы поменьше украшений они бы смотрелись поестественнее но украшать мне обязательно хотелось потому что без этих украшений эти пирожные очень смахивают на суши ну вот шоколадный конечно просто вообще вкуснота вкуснотой так и хочется его откусить ну и черничный поменьше вот я просто его делала вот этот вторым я учла все ошибки которые сделала в этом ну естественно 2 получается вот он более естественно выглядит и не он нравится конечно же больше хотя и это тоже вполне себе симпатичный я продолжаю вязать эти пирожные не могу остановиться мне это все очень нравится и дело вообще зашло так далеко что я прикупила еще одну книжку которая называется вязание для гурманов и как вы видите здесь опять пирожные пирожные торты корзиночки и прочая сладость но если вы заметили разницу между этими двумя книгами эти пирожные вяжутся спицами эти пирожные вяжутся крючком конечно спицами выглядит выглядят пирожные более изящными можно даже сказать побогаче чем те которые вяжутся крючком хотя иногда мне кажется что здесь подбор материала тоже играет свою роль здесь видно что блестят нитки то есть какой-то искусственный состав наверняка присутствует и это сказывается на восприятии немножечко удешевляет сами эти изделия но я все равно взяла потому что пирожные спицами можно украшать всякими цветочками и цветочки тоже можно вывязывать крючком мне кажется вот если взять на вооружение какие-то розочки в данном случае да или возможно вот эти какие-то даже не знаю что это за цветок стилизованный такой цветок без названия здесь еще мне понравилась идея сочетаемости разных слоев в комплекте ягодное лето вяжется тоже очень и очень просто то есть для тех кто владеет крючком вообще не составит никакого труда эту книжечку мне принесли буквально сегодня я ее заказывала в лабиринте вот идеи с клубничкой мне кажется очень привлекательные пролесну чтобы вообще показать что в этой книжечке есть возможно кто-то заинтересуется ему тоже захочется что что-то подобное приобрести и связать печенье ну вот этот фруктовый торт конечно очень богатый богатый и на разнообразие фруктов и на разнообразие красок которые присутствуют здесь ну и подробная инструкция естественно как это все связать крючком мне кажется вязать не сложно и какие-то элементы можно даже почерпнуть из этой книжки но это вообще что-то фантазийное корзинка не пойми чего я бы сказала что это конечно никакой не пирожное скорее всего корзинка с цветами это на мой вкус опять эти же суши как я называю то есть вот рулет вот рулет можно украсить и такой ягодкой то есть идеи подчеркнуть пожалуйста вполне себе можно вот когда он уже украшен ягодкой его конечно не спутаешь суши вот интересное пирожное с кремом и розочкой некая такая юбочка или бахрома и по моему напоследок вот шоколадные пирожные с калами красивая идея цветов кал вот например в предыдущей книге такого не было можно какие-то элементы взять и соответственно использовать в своих работах так что девочки вот я продолжаю заниматься вот этой ерундой на самом деле но никак не могу остановиться мне очень нравится то есть результат мне очень нравится вот это пирожное я прям не могу из рук выпустить уж насколько она симпатичная мягкая съедобная раз уж не потреблять сладкое то хотя бы в таком виде всем огромное спасибо за то что заглянули ко мне в гости и провели это время со мной я надеюсь возможно кому-то это видео даже пригодится вы сможете посмотреть и возможно даже приобрести подобные книжечки всем желаю прекрасного рукодельного настроения и до новых встреч всем пока